Мария, я бы хотела ещё у вас спросить по поводу подарков и по поводу того, как празднует свои дни рождения кремлёвский диктатор. Вот тут интересно, ну понятно, что все его прихвостни пытаются как-то выделиться, какой-то эксклюзивный подарок для него сделать, иногда даже абсурдный, потому что вот, кстати, в прошлом году диктатор Лукашенко, он подарил Путину трактор. Он сказал, ну вот, всё, будешь ездить на тракторе. Это было на самом деле очень смешно. А вот как вы думаете или, возможно, вы даже знаете, что любит дарить Путину его возлюбленная Кабаева? Ну, перед тем, как мы перейдём к этой захватывающей теме, мне кажется, стоит поговорить о других ещё из окружения Путина. Я бы даже назвала их путинятами. Вот есть такая считалочка американская про десять лет, которая, кстати сказать, в разные периоды времени по-разному переводилась. И в какой-то момент, даже во времена Второй мировой войны или даже, сказать, перед её началом, у Германии была интерпретирована совершенно иначе. Это «10 маленьких ворчунов». Это была антифашистская считалочка. Там, где как раз-таки рассказывается о том, как один за другим они попадают в Дахау. То есть это считалочка, которая по-разному использовалась, интерпретировалась за годы своего существования. Но в данном случае, поскольку я, с одной стороны, могу, конечно, представить, что, как бы сказать, есть кому написать талантливо и такую считалочку про «10 путинят», думаю, что, в принципе, он уже отчёт среди даже своих этих заядлых, так сказать, кровожаднейших преступников уже, в общем-то, затеял этот отчёт. И я могу предложить две первые строки. Вот смотрите. «10 путинят собрались отобедать, но повар к ним не долетел, и их осталось 9. 9 путинят решили вдуть кокоса. Один из них переоборщил, и их осталось 8». Ну, я думаю, нетрудно догадаться, что я имею в виду те события, которые сначала произошли с Пригожиным, а потом с Кадыровым. Поэтому я предлагаю нашим зрителям дописать свой вариант окончания этого стихотворения. Вот со своими вероятными, так скажем, со своей вероятной последовательностью, кого в следующий раз Путин ещё из своего ближайшего окружения укокошит. Потому что мне вот так кажется, что, знаете, со времён, когда ещё в СССР приезжал африканский император Пакаса, Жан Бедель. И, знаете, с таким, я бы сказала, подлинным, каким-то ненаигранным интересом и аппетитом рассматривал чиновников из СССР, вот с ними разговаривал, как-то плотоядно улыбаясь, то вот с тех самых пор, мне кажется, что, ну, уже, так сказать, перейдя вот на такую короткую ногу с людоедами ещё в тот период времени, они уже приучились к тому, что, в принципе, могут стать в том числе и частью чьей-то трапезы. Поэтому, когда Путин, я думаю, вынужден, как они там говорят, собираться в узком кругу семьи и родственников, ну, думаю, что даже те, которые всё-таки дерзнули и отважились явиться вот на это застолье, на это сборище, наверняка старались как можно меньше есть и пить, или, возможно, даже старались, чокнувшись, значит, не только умом, но и бокалом, отпить как можно позже из него, припоминая разнообразные истории, о которых мы с вами сегодня уже поговорили. Ну, в общем-то, давайте перейдём к Кабаевой, которая, как мне кажется, вынуждена с ним коротать, так сказать, свою кручину уже много лет, и поэтому думаю, что вот это описание про близких, так сказать, и круг семьи, её касался в том числе. Можем теперь обсудить, вынуждена ли она была в этот раз снова, значит, свою главную основную функцию исполнить, то есть приготовила ли она для него новую порцию стволовых клеток из пуповидной крови, до которых он столь гораст и охочий. То есть тут надо сказать, что, может быть, наконец-то события, которые произошли, ну вот начались уже трое суток назад в Израиле, возможно, что, ну, как я могу во всяком случае судить, не знаю, насколько это продолжалось, но предполагаю, что могло продолжаться. Дело в том, что всё это, экспериментальное лечение его заболеваний, которые с точки зрения прогнозов врачей, там, 10-го года в самой России, были не просто неблагоприятны, а считалось, что у него какая-то очень скоротечная форма некой онкологии. То есть суть заключалась в том, что когда они об этом узнали, а узнали это таким образом, что PET — это такой как бы более сложный, что ли, более дорогой аппарат, более такой глубинно изучающий, то есть это как томограмма, но ещё более детальная. Таких вот в тот момент аппаратов по России было всего 4. Два, по-моему, это их в Москве, один в Воронеже, ещё четвёртый где-то. Ну, в общем, на такой аппарат, естественно, копились огромные очереди, и в какой-то момент этот пациент номер один прибыл для того, чтобы провести диагностику на таком вот этом аппарате, то есть PET, и та бригада, которая волей и судьбой оказалась в тот момент задействована, проклинала, конечно, тот момент, потому что они стали свидетелями этой злополучной тайны, о которой, конечно, ну, я, допустим, узнала там когда ещё достаточно, можно сказать, случайно, но, в общем, все думали, что всё, он наладан, дышит, просто буквально вдохнет через месяц-другой. Ну, а Ротенберги всё, так сказать, возвращаемся к этой фамилии в сегодняшнем эфире уже второй раз. И побежали искать какие-то, в этом смысле, новейшие технологии, искали ему и стали врачей, и, в конце концов, нашли этих врачей в Израиле. В общем, я к чему это всё веду? К тому, что они достаточно долго какими-то экспериментальными следствиями поддерживали в этом тельцебринную жизнь. И я как-то вот смею надеяться, что в связи с тем, что произошло сейчас, что всё-таки, несмотря на весь гуманизм израильской медицины и как бы не участие в политических процессах, то есть для них пациент оставится пациентом, то мне кажется, что вот этот злодей уже не может относиться просто к каким-то там рядовым пациентам, и к нему невозможно применять все эти действительно большие достижения израильской медицины, потому что я считаю, что это вступает в полное противоречие с интересами Израиля. И поэтому будем надеяться, что они прекратят помогать Путину и прекратят создавать для него какие-то эти эликсиры. Вполне возможно, они как раз базировались на вот этих стволовых клетках куповинной крови, потому что нужен ближайший родственник мужского пола для того, чтобы извлекать необходимые близкие по экспериментальные препараты, по той причине ещё, что они разбавлены, естественно, олимпийской кровью, как бы несколько улучшили вот эту бездарную бледную генетику путинскую. Но, тем не менее, вот надеюсь, что израильтяне, если до сих пор этим занимались, я говорю только о том, что знаю вот того периода, тогда точно его спасли, как бы так сказать, от верной, причём довольно скорой смерти израильские врачи. Дальше, конечно, ещё и очень смешно, как это соединилось в его манихейском, у них есть с шаманскими практиками, вот этими шаманическими какими-то там жертвоприношениями, потому что этим же всем воспользовался тут же Шойгу, такой затейник, который, значит, решил, что на фоне успеха в израильской медицине можно внушить Путину, что это вовсе не прогресс медицинский, а удачная камлания с бубрами достигает такого совершенно чудесного эффекта, и Путин, кажется, в этот, в общем-то, тоже отчасти поверил. Но это всё события 2010 года, 2011 года. Будем надеяться, что теперь Кабаевой не будет никакой нужды вот эти вот самые ценные, с точки зрения Путина, подарки ему делать, потому что если израильская медицина не будет больше поддерживать вот это подобие жизни в этом маньяке, в этом убийце, в этом извращенце, то, в общем-то, и стволовые клетки разве что, возможно, будет употребить для дальнейшего дурмана уже другой его дочери, то есть Марии Воронцовой, которая, как известно, вместе с мракобесными изысканиями брата Ковальчука, их два брата, один Юрий, который, конечно, больше про деньги и про пропаганду и про ограбление российского народа, а второй Михаил, он такой вот мракобес, которому, конечно, не хватает очень сильно шапочки из фольги ещё. Вот там вместе с Марией Воронцовой они занимаются всякими изысканиями в области теперь уже геронтологии, потому что, как известно, её диссертация, она несколько другую тему была, это лечение карликовости или, точнее, нанизма у детей гормоном роста. Видимо, она надеялась, что сможет, вопреки, так сказать, здравому смыслу, вылечить этот нанизм у собственного папаши, вот этого коротышки. Но, судя по всему, ни сантиметра не удалось прибавить, поэтому ему по-прежнему приходится какать на этих катурнах или на копытах, я там не знаю, как подвергая страшному балетному, просто сказать, подъёму и изгибу свой измученный голеностоп. Но, видимо, с ростом тут ничего не удалось сделать, поэтому они переключились на молодильные яблочки. Поэтому, если Кабаева продолжит в этом духе, то она будет уже сгружать ту пуповинную кровь куда-то в сторону клиник Сагас, где, конечно, за большие деньги Путину будут дальше морочить голову, рассказывать, какую там вторую, третью или какую по счёту молодость они эти балодильные яблочки и пиявки ему способны создать. Мария, а вы говорите, что Кабаева этим занималась по принуждению. А известно, кого ей удалось родить, кто там получился и где эти люди сейчас? Как вам сказать? Вот вы так говорите по принуждению. Ну, может быть, конечно, забитая своей тренерши ещё в детском возрасте, как разговаривает мадам Усманова, точнее Виннер, со своими подопечными, об этом пестрит интернет. Мне кажется, что когда снимаются фильмы про какие-то бордели, вот когда какие-то бандерши в борделях там разговаривают с какими-то просто служительницами древнейшей профессии, или второй там, как она называется, нет, древнейшей, то тогда вот в этих фильмах, несмотря на то, что кинематограф вообще любит гиперболы и, так сказать, преувеличения, всё-таки они разговаривают с этими подопечными своими вот этими представительницами несколько нежнее, чем то, как разговаривает Виннер с вот этими начинающими художественными гимнастками. Поэтому предполагаю, что пройдя эти жернова подавления любой воли и инициативы, конечно же, и по отношению к Кабаевой Виннер добилась полнейшего подчинения. С этой точки зрения можно себе представить, что она просто настолько безвольна или стриметна, что она смирилась с тем, что Мурата Насырова выкинули из окна, а какого-то другого её грузинского ухажёра перекупили. То есть она вот так вот позволила себя зашорить буквально с одной и со второй стороны. Ну и вот в манере, подаренной Путину Лужковым козы, пошла покорно исполнять роль инкубатора для того, чтобы у него возникали, соответственно, вожделенные стволовые клетки. Но тут я вам должна сказать, что если, знаете, в своих утехах Иван Грозный или даже лучше сказать его папаша с этой Глинской, кто там был с Глинской, кто из них, они отличались тем, что они, в общем-то, не сильно любили делить свой альков с женщинами. И поэтому Глинской приходилось заниматься этим всем. Это, кажется, мамаша Грозного, всё верно, с отцом Грозного. В общем, в присутствии каких-то других там опричников или, в общем, каких-то там, так сказать, эфэбов, которые, видимо, больше возбуждали. Ну и, короче говоря, она бы этим и занималась, может быть, не Раптава, только она боялась, что таким образом может под сомнение попасть родство, то есть от кого конкретно она родила, в конце концов, Грозного. Ну, в общем, я к чему это говорю? К тому, это я говорю, что мне кажется, что Кабаевой даже не пришлось заниматься всем этим, потому что я думаю, она всё-таки ездила в Швейцарию, где, скорее всего, методом экстракорпорального оплодотворения ей подсаживались именно вот эти исчадия мужского пола, потому что это нужно было отобрать. Вот странная история произошла с её кушеркой. Буквально где-то год назад она почему-то вот скончалась, хотя вроде бы был у неё диагноз, который мог привести, безусловно, к летальному исходу, но всё-таки как-то уж очень странно это всё произошло, и она считалась, принимала у неё роды, но предполагаю, что не только роды, но и само благотворение, поэтому была, видимо, носительницей какого-то важного, допустим, секрета. Ну и предполагаю также, что сделала она это несколько раз, то есть известно было о двух сыновьях, а потом стали поговаривать, что ещё были какие-то роды, но как бы то ни было, надо же исходить ещё из того, что вот эти вот исчадия, они же ещё и взрослеют. Поэтому Алина вынуждена, соответственно, коротать свои дыни, вытирать, конечно, дорогими подарками свои тёрные звёздки, но как ни крути, взрослеющие в такой изоляции исчадия наверняка её тоже, так сказать, волнуют, тревожит, потому что социализации нет никакой, вот там где-то на Валдае сидит она под этими люстрами, причём часть из этих стекляшек якобы из висящих, свисающих над ней, якобы из натуральных рубинов, видимо, символизируют эти, так сказать, капли крови, а может быть даже вот этой самой пуповинной затеей, видимо, она смотрит на каждую каплю, и каждая капля, видимо, обходится ей в такой вот подарок таким кровавым рубинам над головой, но, тем не менее, дети эти взрослеют, растут, а как бы признавать их никто не собирается, ровно как и жениться на ней тоже, хотя сейчас, возможно, её пыл поубавился в этом направлении, потому что она, возможно, рассчитывает пропеклять и не оказаться рядом с Путиным на скамье посудимых, именно потом это мотивирует тем, что она никогда не была за ним официально замужем. Посмотрите. Спасибо.